Всем огромный привет! С вами снова я, Наталья Волосова, канал Девушки Мотора. И сегодня мы поговорим о том, как выбрать аромат для девушки. Парни, запомните, что аромат это не самый лучший подарок, но если вы уже решили приобрести для девушки аромат, тогда вы должны помнить, что вот стоит аромат у девушки, которым она всегда пользуется, и вы захотели купить ей такой же самый, взять просто этот флакончик, пойти в магазин там в браккард, и купить его, и думаете, что это будет самый прелестный подарок для женщины. Нет, неправда. Придумайте что-то новое. Вы должны знать, какие нотки сладкие, цитрусовые, свежие любит девушка, и потом, в зависимости от этого, уже идти в магазин и купить ей подарок. Вы ее таким образом удивите как-нибудь. Вот я подготовила специально для вас некоторые такие предложения, ну, ароматы, которыми я пользуюсь. Их я покупала в магазине браккард, и, кстати, вот этот в дьюти-фри в Борисполе. Но в переходах ароматы я никогда не покупаю и не советую вам. Это такой Сальвадоро Фарагамо Синьорина, сладкий, сладенький такой аромат, для тех, кто любит свежие более, он не подойдет. Также есть у меня один из самых последних, это Диор Эдикт, более такой цитрусовый аромат, очень классный. Я думаю, для молодой девушки он просто идеален. Так что, если вы хотите удивить как-то девушку, купите его, он реально классный. И также я покупала в Борисполе в дьюти-фри Lancome in Love, это из прошлой коллекции еще, тоже такой более сладенький аромат. Наносить аромат нужно, ну, запомните это и девушке, и парне, непосредственно на те участки кожи, где можно нащупать пульс. Это запястье и здесь, в таких местах. Но очень близко также наносить нельзя. Нужно на определенном таком расстоянии, раз, два, три, и все идти, чтобы аромат раскрывался. Потому что если вы нанесете на мне просто сейчас этот аромат, поэтому я этот наносить не хочу. Потому что если вы нанесете очень близко, тогда аромат закроется, и чувствовать его будете только вы. А окружающие ничего не почувствуют и не оценят ваши старания подбора ароматов. Наташа, смотри, ну я вот покупала всегда, покупала подороже. Это правильно подходили меня? Ну, как сказать, подороже духи, они тоже такие, они хорошие. Но, как сказать, есть и подешевле ароматы, которые могут звучать на теле совсем даже лучше, чем дорогой аромат за 3000 гривен или более. Ну, скажу я так. Например, мне нравится из дорогих Монталь. Очень аромат, который... Так что запомните, если будете бракарцы, попробуйте. Если вы хотите купить дорогой аромат молодой девушки, ну и постарше, женщине, маме, бабушке, тогда его приобретите. А что спрашивают туда? Подороже аромат, но также у многих есть раздражение на ароматы, болезни и так далее. Но подороже ароматы, я думаю, это для таких типов людей. Ну, подороже это в твоем понимании сколько? Не, ну просто, ну как бы, чем дороже, я думаю, тем лучше. Или нет? Не всегда так. Нет, нет. Ну, вот есть подешевле ароматы, которые продают на разлив в миллилитрах. 65 гривен у нас акция, там 20 миллилитров. Я такое не оцениваю. Я всегда беру блотер у девушки, которая предлагает. Но я такой аромат точно не приобрету. Потому что я работала в магазинах и предлагала ароматы, и уже в этом немного разбираюсь. А есть смысл советоваться девушке в этом? Посоветуйте для девушки в 18-е лет. Да, есть. Вам предложат, потому что консультанты знают, если вы пошли в бракард, то вам предложат. Если вы пошли в переход и сказали мне девушке 18 лет, вам могут продать и для бабушки 80-летней. А в интернет-магазине есть смысл покупать в интернет-магазине? Я бы тоже не рисковала, потому что там цены тоже занижают и очень часто подделку делают. Кстати, у меня часто задают вопрос, которые знают люди, что я работала в бракарде. В бракарде ждают подделка. Лучше в дьюти-фри купить. Классный аромат, настоящий. Я не знаю этого. Я работала в бракарде, мне кажется, что там очень качественный, хороший аромат. Это не на правах рекламы, да. Это не на правах рекламы, но, например, у меня есть из дьюти-фри духи и из бракарда. Я разницы не чувствую, не ощущаю на себе. Также, что хочется, хотелось еще сказать мне, что девушке не покупайте аромат, если вы его почувствовали на ком-то, и он вам очень безумно понравился, и вы бежите в магазин и сразу покупаете его. У каждой кожи есть свои индивидуальные приспособления, или как это сказать, и вы наносите, когда вы нанесете себе на кожу, особенности, извините за такое выражение, свои особенности кожи, и вы должны нанести себе, например, на запястье или куда-то. Как пасется с твоими еще духами? Ладно, давайте этот, этот, такой с бантиком. Но это еще даже не все. Lancome and Love. Это не все. Но сейчас мой любимый, блин, это Диора Диктор. Такой классный. Такой классный. Вот, вот, вот. Мой любимчик сейчас. Нужно нанести аромат, и через минут 15-20 он раскроется такой, какой он на самом деле есть. А потом уже в зависимости от стойкости аромата он может длиться и до 20 часов, вы его можете чувствовать даже больше. Это в зависимости от того, какие нотки в аромате, и какое он по качеству. В видео я сказала, что парни, ну не стоит дарить аромат девушке. Но все-таки у меня был такой случай в жизни, когда на раннем этапе встречания парень подарил мне аромат. Я так разочаровалась, думаю, блин, ну я же хотела другие, я хотела Шанель там или что-то такое. Ну нет, поверьте, прошел год или полтора, эти духи теперь мои самые любимые, они мне очень нравятся и подходят. Так они называются? Я не помню. Я не помню, честно, но мне нравился именно такой аромат, классный, как раз на осень, на зиму, это были самые мои любимые, которые я брызгала всегда. Ну и вот такие вот дела. Даже девушке в 13-14 лет, если тебе нравится там мальчик или девочка, дарите друг другу ароматы. Только лучше всего не стесняться и спросить, какой ты хочешь, какой тебе больше нравится. И это будет лучше и парню, и девушке. Ну вот так вот. Напоследок, да. Ты сейчас попрызгала, да? Да, напоследок вот, Диорчик новенький, который я приобрела. Наносим ароматики на те места, на те места, там, где есть пульс. Аромат раскрывается, и вы просто благоухаете. Наташа, ну ты мне скажи два варианта. Первый, сделать девушке сюрприз и спросить у багажника. Лучше спросить. Либо спросить у девушки. У девушки спросить. Лучше спросить. Не в магазине у сюрприз? Да. Нет, мне кажется, то, что мой парень, когда пришел в магазин и просто подошел и спросил у консультанта, вот девушке там 19 лет и она хочет аромат на подарок, но я не знаю какой. И та девушка, за которую марку эту отвечала, ей нужно сделать свои продажи, и она ему посоветовала этот аромат. Да, они так еще под этого, под финишу, да? Да, да. Потому что есть консультанты по марке Шанель, Диор и так далее. Им нужно делать свои продажи. И, конечно, им выгоднее продать аромат, за который они получат процентов. Вот так вот. Ну, все равно. Я до сих пор благодарна парню за то, что он подарил мне тот аромат. А Шанель номер пять, и ничего страшного. Я вот, думаю, куплю Шанель, Шанель, вышел новый Диор, купила Диор. Ничего страшного. Будет когда-то. Ну, все. Смотрите наши советы. А еще напишите в комментариях, если вы попробовали уже один какой-то из этих ароматов, напишите, какой вам больше всего понравился. С вами была ваша я, Натали, Диор, Ланком, Сальвадора Фарагама. Еще попробуйте Шанель Шанс. Я вам рекомендую. О, все. Да. Эти тоже мне, кстати, очень нравились. Ну, все. С вами была я, Наталья Волосова. Пока. Подписывайтесь на наш канал. Я очень рада встрече с вами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok